Порядка 20 участников, 5 образовательных организаций из Москвы, Воронежа, Домпова, Ярославля, Рязани. Испытания, которые определяют лучшего терапевта. Все это первая межрегиональная олимпиада для ординаторов по специальности терапия, открытие которой состоялось на базе РязГМУ 11 мая. Инициатором ее проведения стал Рязанский медицинский университет. Мы достаточно много идей генерируем и стараемся много проводить различных совершенно и олимпиады, конференции. И одна из них действительно родилась вот так достаточно спонтанно. Специальность терапия привлекает наибольшее количество обучающихся. Принцип большое количество мест, востребованность кадров достаточно большая. Ну и решили попробовать замерить и качество своей подготовки и посостязаться с лучшими ребятами из других вузов. Организаторы умышленно решили не делать командного зачета и не выбирать лучшую школу, а пойти именно по персонали. Личный зачет, несомненно, будет интересен ребятам, так как он определит лучшего среди лучших. В то же время для всех участников это большая ответственность. Мероприятие такое общественное и, конечно же, люди будут оценивать не только мои навыки, но и, собственно, уровень подготовки в нашем университете вообще, ориентируясь по уровню моих навыков и тому, как я буду их представлять. Ординаторам предстояло принять участие в пяти конкурсах. Среди них тестовое задание по основным разделам терапии, экспертизы временной нетрудоспособности, расширенная сердечно-легочная реанимация, физикальное обследование пациентов терапевтического профиля. Была оскультация легких, задавали определенную программу манекена, и по каким-то звуковым феноменам нужно было предположить патологию, при которой это встречается. Я люблю оскультацию легких, поэтому мне показалось, что это было несложно. И довольно-таки слышно хорошо, практически как на живом человеке. И еще один творческий конкурс – проведение образовательных программ для пациентов терапевтического профиля. В данном случае в роли пациентов выступали члены жюри. В течение этого конкурса ординатор выступает в роли врача, который рассказывает в доступной форме пациентам, а не им же профессорам, про определенную патологию, которую он достал в случайном порядке. Членами жюри выступили представители различных вузов, в том числе и вузов участников Олимпиады. Судейскую коллегию возглавил Василий Трофимов, представляющий первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика Павлова. Я участвую в конкурсе, где они пациентам рассказывают о заболеваниях, которые выбирают как билет. И вы знаете, очень хорошие впечатления оставляют ребята, хорошо знают тему, умеют общаться с пациентами, вести дискуссию. Поэтому у меня очень хорошие впечатления осталось. Несомненно, подобные Олимпиады важны как для практического здравоохранения в целом, так и для нашего региона в частности. Ну а Рязанский медицинский университет является прекрасной площадкой для проведения мероприятий подобного уровня. Мы очень заинтересованы, чтобы профессиональный уровень наших медицинских работников, уровень докторов был достойным. Это важно в плане и повышения качества оказания медицинской помощи, доступности. Должен сказать, что тесное сотрудничество с ВУЗом позволяет укомплектовывать в первую очередь первичное звено. Поэтому специальность терапии, она здесь присутствует и она важна. По итогам всех испытаний победителем Олимпиады стала Жаркынай Конадбекова, ординатор РязГМУ. Организаторы надеются, что Олимпиада станет ежегодной, и это позволит улучшить подготовку терапевтов. Ирина Ковалева, Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».